В Твери силами волонтеров и энтузиастов продолжают приводить в порядок Волынское кладбище. Это единственный в Твери древний погост, сохранившийся до наших дней. Его история ведется аж с 18 века. И вот недавно во время очередных работ по облагораживанию некрополя здесь обнаружили могилу, датированную 1782 годом. Наш корреспондент Наталья Чекет побывала на погосте и узнала, чем интересна находка. Обнаруженная могильная плита представляет собой необработанный серый гранит. На памятнике надпись «Путевому 1782 года» и выбит Голговский крест. В переводе с древнерусского «путевой» означает «бродяга». На памятниках того времени обычно писали, сколько жития было ему, когда родился, во сколько умер. А здесь ничего нет, только лишь год захоронения, год смерти 1782. Как рассказывает Владимир Пимонов, который на протяжении нескольких лет занимается восстановлением кладбища, чаще всего памятники обнаруживаются ранней весной или поздней осенью. В это время мало травы и найти захоронение становится проще. Историческая находка показывает, что 250 лет назад к людям относились уважительно, несмотря на их происхождение. И даже бродяги установили достойный памятник. Видно, что писали как в торопях. Он, в общем-то, сделан, такое ощущение, что кто-то из остатков, ну, пожалели человека, поставили ему памятник. По предположениям, могильную плиту могли сделать на церковные средства или общественные организации тех времен. Волынское кладбище в Твери появилось после запретов в 1772 году о проведении захоронения на территории храмов и церквей. Сделали это городоначальники из санитарных соображений. Тогда свирепствовали чума и холера. И возможно, что найденная могила одна из первых на погосте. Как вот люди отмечают, известные люди здесь захороненные не имеют. И мы ничего о нем не знаем даже под часом месте захоронения. А вот об этом человеке мы хотя бы что-то, но знаем. На Волынском кладбище хоронили крестьян, обычных горожан, посадских людей, представителей мещанского сословия. Конечно, были и купцы, и дворяне. Здесь покоятся останки 29 почетных граждан Твери. Восстановление погоста, которым занимается Владимир Пимонов и его сподвижники, важно не только с научно-исторической точки зрения, но и как важный нравственный общественный процесс. Мы знаем вот такую цитату Федора Абрамова, нашего русского и советского классика, который сказал, что народ умирает, когда он становится просто населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю. Поэтому, конечно, мы должны максимально внимательно относиться к таким объектам. Южная часть Волынского захоронения уже давно стала местом проведения торжественных мероприятий, посвященных памяти павших годы Великой Отечественной войны защитников Отечества. А остальная часть должна приобрести вид мемориала. Ряд депутатов из законодательного собрания, и мы, депутаты по заволжью, планируем со следующего года все-таки поднять вопрос, я знаю, что и областная власть к этому проявила, заинтересованность в этом вопросе, об установке хотя бы ограждения какого-то. Это достаточно дорогостоящая процедура, это несколько миллионов рублей, чтобы такой участок оградить. Ну вот будем ходатайствовать о том, чтобы хотя бы территория вот этого мемориала, это уже мы так назовем, да, была ограждена, было достойно выполнено ограждение, чтобы это со временем превращалось в такой некий, ну как бы музей, наверное, даже больше под открытым небом. А пока каждый неравнодушный тверичанин может присоединиться к группе Владимира Пименова и внести свою посильную помощь в восстановлении старинного некрополя. После окончания восстановительных работ Волынский некрополь вполне может стать местом притяжения для многих туристов, а также тверичей, неравнодушных к истории нашего края.